Добрый день! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембетов. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о критериях, которые подскажут о начале формирования боковика. Сегодня первое занятие по боковику. На следующем я расскажу, как определять, когда цена вышла из бокового движения. Как всегда, в начале предупреждения о рисках. Помните, что торговли на финансовых рынках связаны с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. Согласитесь, что полезно понимать, когда, скорее всего, начнется боковик. Это позволит сберечь массу нервов. Сегодня я сформулирую критерии, которые помогут вам увидеть зарождение боковика на начальном этапе. Во второй половине занятия будет тест, при помощи которого вы сможете оценить свое понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Презентация будет полезна тем, кто захочет улучшить результаты теста. Также в группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Рассмотрим критерии формирования боковика при вырождении тренда вверх. Первая предпосылка возникает, когда цена пробивает максимум. На схеме этот максимум помечен единицей. А затем возвращается к минимуму 2. Вторая предпосылка возникает, когда цена не может преодолеть последний локальный максимум. Дают ли эти критерии стопроцентную вероятность формирования в дальнейшем боковика? Нет, на рынке стопроцентной вероятности нету. Но после этих признаков тренд ослабевает и скорее всего на некоторое время перейдет в боковое движение. А для более надежной идентификации боковика есть третий признак. Одной из особенностей боковика является то, что при пробое его границ чаще всего не возникает тренда. По этому критерию можно отличить боковик от флага. Потому что когда формируется флаг, то это означает, что на пути тренда появился большой покупатель или продавец. А когда формируется боковик, это означает то, что у участников нет единого мнения о цене актива. Боковик это некоторое перепуте, неопределенность, поэтому так важно на ранних стадиях определять формирование боковика. Теперь посмотрим, как это выглядит на примере. Первый признак – цена пробивает локальный минимум и быстро возвращается выше. После чего следующий максимум не обновляется. Здесь важно отметить – этот минимум может протестировать уровень или не дотянуть до него. Главное, чтобы он не шел ниже текущего локального минимума. И последний признак – при пробое границ диапазона цена возвращается внутрь. Понятно, что боковик не вечен и когда-то он сменится трендом. О том, какие признаки подскажут, когда боковик переходит в тренд, расскажу в следующем бесплатном вебинаре. Приглашаю всех 6 августа в 18 по московскому времени на вторую часть урока «Как торговать в боковике». Еще пару слов о том, что боковик – это не флаг. Разберем, в чем отличие. Когда на тренде формируется флаг, то мы видим, что цена двигалась-двигалась, а потом уперлась как будто в стену. Стена в данном случае – это плотность из лимитных заявок. В данном примере плотность заявок на продажу. Что произойдет, если трейдеры, настроенные на рост, раскупят эту заявку? Конечно, цена продолжит движение. А в боковике, в отличие от флага, нет внятного желания покупать или продавать. Боковик – это неопределенность. Поэтому при пробое границы боковика цена чаще всего возвращается в диапазон. Теперь покажу, как на практике применять эти критерии. Я не буду рассказывать, как торговать внутри боковика, а расскажу, как поступать, когда вы управляете сделкой и видите, что есть предпосылка к формированию боковика. Итак, у вас открыта короткая сделка и вы видите, что цена пробивает последний минимум и возвращается выше. Это должно насторожить. Далее формируется минимум, на схеме это минимум 4 и он не идет ниже минимума 3. Это уже знак того, что скорее всего нужно выходить из сделки. Поэтому в зоне минимумов 4-3 выставляем заявку Buy Limit, чтобы закрыть короткую позицию. Вот такие несложные признаки, но они помогут сэкономить не одну сотню пунктов. А сейчас давайте проверим, как вы поняли материал и пройдем тест. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного. Пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Адмирал Маркетс. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично. Тогда начинаем. Посмотрите на график и найдите на нем первые два критерия формирования боковика. Готовы? Время пошло. Кто нашел первый признак, очень хорошо. Обратите внимание, что даже первый признак дает подсказку об ослаблении тенденции. Второй признак идет следом. Кто нашел оба признака, добавьте себе за первый пример 1 балл. Второй пример. Задача та же найти признаки формирования боковика. Здесь пример немного сложнее первого, так что будьте внимательны. Готовы? Начали! Увидели первый признак? Очень хорошо. А второй сумели определить? Молодцы! Но в этом примере есть два боковика. Кто определил признаки второго? Да, после столь сильного движения цена притормаживала не быстро, так что здесь есть несколько боковиков. Первый признак отметили? Идем к второму. Кто понял, что здесь два боковика, тому не составило труда найти второй признак. Кстати, а почему первый боковик это боковик, а не флаг? Как думаете? Напишите о своих догадках в комментариях к видео. Третий пример. Приготовились. Начали! Кто определил первый признак? Очень хорошо. Второй признак уже не так сложно найти. Кто сумел найти оба признака? Добавьте себе 1 балл. Было бы, конечно, здорово определять признаки, а потом видеть, как они подтверждаются. Но я не смог придумать, как сделать так, чтобы это было наглядно и не громоздко. Так что, если у кого есть идеи, как оживить подобные тесты, пишите в комментариях. Рассмотрю все ваши идеи. А пока будем действовать по старинке. Четвертый пример. Готовы? Начали! Здесь первый признак найти несложно. Второй признак не так очевиден, но и он читаем. Кто нашел, поставьте себе 1 балл. Пятый пример. Готовы? Поехали! Даже первый признак предсказывает проблемы с трендом и дает подсказку по управлению сделкой. Второй признак здесь появился дважды. Из этого следует важный вывод. Сделкой нужно управлять активно и учитывать все подсказки цены. Шестой пример. Готовы? Начали! Кто нашел первый признак? Очень хорошо. А второй смогли найти? Если нашли оба критерия, ставьте себе плюс 1. Да, совсем забыл. В этом примере есть еще один боковик. Кто нашел его признаки, поставьте себе 1 балл. И напишите в комментариях к видео, где вы его увидели. Седьмой пример. Готовы? Начали! Интересно, сколько вы к этому моменту набрали баллов? Напишите в комментариях под видео. Первый признак определили? Очень хорошо. Кто обнаружил оба признака, ставьте себе плюс 1. Восьмой пример. Приготовились! Начали! Определили? Все смогли найти первый признак. Обратите внимание, он в этом примере двойной. Второй признак появился тоже дважды. Кто нашел хотя бы один, поставьте себе плюс 1. Девятый пример. Осталось совсем немного. Приготовились. Начали! Нашли первый признак? Отлично! А второй? Молодцы! Поставьте себе еще плюс 1. Все! Мы на финише. собрались. Поехали! Нашли первый признак? Отлично! А второй? Если и второй нашли, тогда добавляйте себе плюс 1. Кстати, а почему не принять за первый признак этот пробой? Подумайте над этим вопросом и напишите свой комментарий под видео. А сейчас переходим к подведению итогов по тесту. Если вы набрали 2 балла и меньше, сделайте паузу, пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно все еще внимательно проработать. У вас есть хороший потенциал для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 9, это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 10 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав свои скрины графика. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже и на графиках сделайте упражнения на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях или расскажите в комментариях, сколько баллов вы смогли набрать в тесте. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok